Акунин в атмосфере Японии, а это уже его знаменитый персонаж Эраст Фандорин, которого мы знаем именно таким, каким его воплотил в жизнь Игорь Сакуров. Атмосферой Японии в одном из залов экспозиции пропитан буквально каждый уголок. Любовь к стране восходящего солнца у художника давняя и, вероятно, взаимная. Сама его фамилия Сакуров уже отсылает к ярко цветущей Сакуре. Оставаясь верным себе, так мастер назвал свою юбилейную выставку, и верен себе он не только в направлениях и жанрах, но и в муках творчества. Как сказал Далий художник, рисуй, и главное работать ежедневно, не скажу ежечасно, но во всяком случае регулярно. Направления, да, они как-то кристаллизуются сами, и уже, наверное, поздно что-то менять. Ну а в другом зале экспозиции, помимо пейзажей, представлена целая серия портретов, преимущественно женских, и с одной стороны особые, а с другой стороны весьма скромное место отведено вот этой работе – портрет жены художника, она же, как и водится, его муза. Музой быть очень тяжело вообще. Музой художника Сакурова быть очень счастлива. Самое главное, что нас никогда не затягивает обыденность. Жить с творческим человеком – это постоянно погружаться во что-то новое, во что-то интересное, во что-то прекрасное. Но жить с творческим человеком – это непросто, это служение. Игорь Сакуров и Первый Ярославский – давние крепкие друзья. В конце прошлого года художник был автором нашего корпоративного календаря на 2018-й. А еще он соавтор проекта «Женщина в профиль». Работать с ним – большое удовольствие. И оно не меньше того удовольствия, которое испытываешь, погружаясь в мир его работ. Иван Варов и Денис Сахаров. День в событиях.